Он витринный рисунок монастыря 17 века. Более четче он виден у нас над первым витражом рисунок 17 века. Его сделали те монахи, которые жили в это время в Скале. Можно сказать чисто схематический рисунок, но тем не менее там хорошо просматривается. Пять русов, если по оконным отверстиям смотреть. Там же на этом рисунке показаны казацкие крепостя, основанные. Здесь в этой горах, вот может здесь побольше. Царь Борисов, это ныне село Красный Оскол, Красное Осколское водохранилище. Это первая крепость, построенная здесь на Слободской Украине. Да, 1599-1600 год. И город-крепость Маяки и Тор, нынешний Славянск и село Маяки. Вот они. Тут и дороги показаны, вот сама скала. Под скалой вот изображены здания. Мы потом проводили раскопку это здание, строились начиная 2-й половине 17 века. Лестница, по документам нам известно, что это лестница, которая шла от речки до скалы, вот она на макете, насчитала более 600 ступенек. Она не сохранилась до наших дней, еще в 18 веке гора вместе с этой лестницей обрушилась. И собственно вот этот рисунок и послужил основанием для создания макета. Наши научные сотрудники разрабатывали чертежи, все кресты у меня были, а уже макетчики, художники из Харькова выполняли наши идеи, воплощали наши идеи в жизнь. Это все сделано в масштабе 1 к 50. И вот что было внутри скалы? На нижнем ярусе было кладбище. Оно сохранилось и на сегодняшний день. Вы не были в пещерах? Не ходили? Да я ходил, это еще давно, лет 10 назад. А, на кладбище само, это два коридора узких, около метра шириной, вырубленные между собой в виде буквы Г. В стенах прямоугольная форма погребальные ниши, где их хоронили первых жителей этого монастыря. На втором ярусе располагалась самая древняя пещерная церковь святителя Николая. Первоначальное помещение использовалось для других целей, но когда на меловом столбе, который находится посредине храма, на него опираются своды церкви. Появилась икона святителя Николая, помещение переделали под церковь. И даже о том, что первоначально это не было помещение церкви, свидетельствует тот факт, что алтарь там расположен не в восточной стене, а как обычно к востоку алтарь, а он там просто занимал одну небольшую нишу. И даже северо-восточного угла находился больше. Вот они в восточном. То есть помещение было приспособлено позже под церковь. Рядом с церковью было семь кельей, это комната, где жили монахи. Вот они три. Четвертая келья была в западной части. И еще две кельи за этими, как бы во втором ряду. У них даже ока не было, темные, но и совершенно. На третьем ярусе тоже были кельи. И там же в 1634 году, об этом есть документ, была вырвана вторая церковь, названа Успенской. Выше тоже кельи были. Следы этих кельй третьего и четвертого яруса на скале сохранились до сих пор. Не полностью, но остатки келья есть. Нам только неизвестно, что было на самом верхнем ярусе. Поскольку верхняя часть скалы не сохранилась, не сохранилось никаких документов, поэтому и что там было, не знаю, на рисунке три окна есть, четко видны, вот они, да? Мы их и показали. А как используются? Могла быть фолокольня, могли быть кельи, или возможно там жили казаки, воины, которые несли староживую службу, пограничную, по-другому. А, простите, сейчас я вам скажу, вот в Харькове, возле исторического музея, как раз, там где вот это, где есть и храм Покровы, там на втором этаже тоже располагались и казаки, там этот, и все в желто-синей цвета разукрашены. Это было что-то похожее или нет? Что-то похожее, возможно, было. И здесь только верхняя часть скалы, часть скалы разрушена была. Причина разрушения скалы, вот скалами дьяностями до 1679 года изображение есть, а уже после 1679 года верхней части скалы нет. То есть произошло разрушение до 1679 году, а по истории нам известно, что в этом году было одно из нападений на монастырь крымских татар, и второе в этом же году было землетрясение, о котором монахи писали, как о земном ударе. Они тогда проходила служба в церкви Петра и Павла, когда задрожала земля, они попадали на землю, думали, что уже смерть их пришла, но их миновала беда. Но когда разрушалась скала, под обломками мела, часть зданий были разрушены. Потом в 18 веке пожар случился, и церковь сгорела, и строят после пожара новые здания, но не на этом же месте, а немножко отходят от скалы к востоку, на восток, чтобы не строить на том же самом месте, если вдруг произойдет разрушение, чтобы здания не разрушились. Проживало в 17 и 18 веке где-то 15-17 монахов. Вместе с ними 6 человек воинов, которые внесли здесь сторожевую службу, а остальные это были наемные работники, которые помогали осваивать скалу, то есть рубеж помещения. Всего по документам 17 века упоминается 30-35 человек, не более, но лишь половина из них это были монахи. Когда мы в 89 году на месте этих зданий, в 17 веке, второй половине 17 века проводили раскопки, то археологам пришлось копать шурф на глубину 8 метров. Вот такая глыба мела лежала на этих зданиях. Следы пожара там нашли, и все. И вот экспонаты вот этих витринок, это собственно то, что мы там нашли. Посуду, которую делали монахи, они ее пользовались, печные изразцы, изделия из стекла, чернильницы, даже подсечник с кусочком свечи 17 века тоже там обнаружили. Там же мы нашли одно из этих двух ягер, одно из Красного склад, из царя Борисовской крепости, другое здесь. Монастырь имел четыре пушки на вооружении. Для этих пушек порохи сенец привозили, если его не хватало, кузницы отливали ягра, об этом тоже есть документ. И там же нашли группу вот этих монет. Это польские и шведские монеты, полтора вселенной 17 века. По документам нам тоже известно, когда шло заселение Слановской Украины, то справа бережная Украина, бежали люди сюда. Возможно, даже какие-то монахи, может, какие-то священники, какие-то и могли основать монастырь. Нам это точно неизвестно. Даже те монахи, которые в начале 17 века, Жене с коллегами не знали точной даты основания их монастыря, поскольку они писали, что у них документов об этом не сохранилось. Частые набеги крымских татар, разорение монастыря. Это также приводили к тому, что документы первоначальной истории утрачены просто-напросто. Афонские монахи были? Ну, это версия. Да, версия все-таки. Есть версии, да, об основании монастыря в середине 13. Киевскими монахами, когда хамбаты разрил Киев, им монахи Лавру оставили, попали сюда, возможно. Вторая версия, в 15-м некем игре основать монастырь выходцы из Афона, когда там было гонение на православных монахов. Да, они основали на Кавказе, но в Афонске монастырь, возможно, здесь у нас. А Брян-Захарин, в Афонске здесь встречается. И нынешние братья выдвигают более раннюю версию о основании монастыря в 18-м веке выходцами из Византии. Ну, когда было иконоборчество. Но они, подтверждением этого, можно находить, это только археологические находки. Кстати, прошлым летом, когда мы проводили, участвовали в археологических разведках, нашли и византийские монеты. Но, правда, одну и одну римскую монету. Ну, вот, скоро сделано в Весток, может, и монеты будут. Но это... И вот эти, как я вам говорила, культовые предметы, но это, скажем так, не массовые находки, да, это не свидетельство, допустим, оно все найдено в одном месте, это было поселение какое-то, да. Это там найдено, там найдено, то, что это все здесь, на территории Святогоря, это данное, но это такие единичные, православные, культовые предметы. А вот как у вас, за ухранением, вот они там, как раз, голова, ну, и про Захарань, ну, это Афонский обряд, Захарань, а мы и сейчас, но не доказаны, это просто не доказаны. Но это версии считаются, в Писе, но они не пишут, они имеют право на существование все три, но монахи, да, они утверждают, да, это как не версия, а как уже утверждение, утверждивающийся факт, ну, поскольку мы историки, мы, мы с этой точки зрения, мы знаем, что это все-таки версия. Хорошо. Ну, а экспонаты, которые в этой витрине, это, собственно, это все результаты археологических исследований на этих казацких крепостях, официальные Борисова и Тора, и Маляк. А я не допонял, Тор тут вот при чем? Тор, город-крепость, Славянск нынешний. А все, понятно. А название, а кто эти Тор, казенный торец, как от Тора пошли? Это что, это народности такие, да? Нет, Торки, Торки бы. Были, да? А сколько их было? Толокцы, печенеи, Славянск, Славянск, а Тор, а Торы, а Торы, а Торки оставили название в нашей местности. А Торки вот этот, Тенрианство было, религия или нет? Ну, про религию, не скажу, да, про религию. А еще там был печенех, Грзак, мне говорили, в Купинске. А что он сделал, это что его запомнили? Там уж какие-то битвы были, Тенрианик, ну, про Купинск, он как раз хотел, сейчас только вспомню, он в битвенной на Каяле участвовал. А, было дело, но там же много полководцев было. Ну, да, и он один из них был. Был, был, так же, да. Вы интересуетесь, поезжайте в этот Красный Оскол, в Красный Оскол, там найдете место, где знал, в Царь Борисово, когда была основа, в Царь Борисово. Ага. Там расступки проходят, там с Харьковчане больше, я там проводила, есть, 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 все, что там находят, переходит в музей Харьковского университета. Да. Ну, это там, где вот эта, надсоветская, да? Мы с ними будем делать выставку опять же, может нам что-то будет с этого музея. А где вы выставку будете делать здесь, да? Так, с музеем университетским. А, понятно. А мы уже одно время делали совместную с ними выставку, по Царе Борисову. Они нам давали большую группу экспонентов, даже своих мало, Потому что там директор поменялся, но Владимир Николаевич буквально на днях ездил, командировку встречался, там договорился, все, вроде порешено. Когда вы планируете. Думал, что побоятся на Донбасс что-то давать, но они, люди адекватные, все нормально. Слава Богу. Да. Там, конечно, Царя Борисов очень известна. Студентам на практику договаривались, договором. Так мы будем учить с университетом? Да. Нет, там действительно интересная история. А что это может Харкет смешить? А Харкет излучился? А, в Донецком хоть там ничего не разрабили еще? А, не знаю. Где, где, где? Ну, этот, в Донецком. не, там ничего не разобрали. Вот то, что разбили Донецкой часть, снаряды попали в часть здания, где была этнография и как раз и археология, то я звонила, спрашивала, значит, разобрали все эти развалины, привезли стройматериал, дали строителей и строят сейчас крыло новое. А мы восстановили? Да. Пусть восстановили. Там восстановили. Музей, хоть в работе зарплату платят. Пусть делали. Засранили, пусть восстанавливают. А, в музее я работаю. Уже так же встретиться не можем. там на Танчане живут, сестра мужа. Они говорят, это театр, уход нас работает, все. Но не наши. Это тоже, что музеи работают. Все наши. Все наши. Я в смысле. Там люди, это хорошая культура. Все наши. Все наши. Все наши. А тут мы на... Возвращаясь показали, тихо, нефункции, не сберегулись. До нашего часа, от прорезенца, церковного овня, а мы еще не были. Мы были с главным, настояным, настояным, ошелом. Дальше. Музык, Продолжение следует... 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 Но первое ее желание было возродить здесь женский монастырь. И когда она общалась с казначеем Глинской пустыни, Арсения, будущим настоятелем потом этого монастыря Святогорского, она высказала ему свою идею об открытии женского монастыря. На что он ей ответил, матушка, если хотите открыть монастырь, то желательно мужской, предпочтительно мужской, каким он был и раньше, поскольку у него же, чтобы поверх мужских костей лежали женские. Она тут же говорит, а не пойдете ли батюшка туда настоять его, вот эта честь не про меня. Но Татьяна Борисовна была женщина себе на уме, все что она хотела, она там старалась, добивалась. Она поехала напрямую к Николаю Первому, она дружила с императрицей, она знала, когда к ней приходит там император. И пульжей приезжала, после случая, просила что-то там. И вот она в разговоре сказала, хочу открыть монастырь. Он вроде бы согласился, но с одним условием. Сказал, что вы должны дать монастырю собственность часть своей земли, только после этого я разрешу открыть монастырь. Они согласились, отдали официально по документам подарственной монастырю 310 земли, за что потом от Харьковской епархии получили, Александр Михайлович получил благодарность. У нас тут одно время она была в экспозиции. И в 1844 году в августе официально открывается монастырь. И она заодно решила вопрос настоятельства Арсения. Он вместе в числе 12 первых монахов из Глинской пустыни. Тогда этот монастырь относился к Курской губернии, епархии. Сегодня он в Сумской области находится под таким же названием Глинская пустынь. 12 монахов с этого монастыря переходят сюда в Святые горы и, собственно, восстанавливают монастырь. Но первое, что было сделано, все здания 18 века, поскольку они были деревянные, уже пришли негодные, облегчали, и их разобрали. А у них место начало строительство нового архитектурного ансамбля. Вот перед вами панорама монастыря, как он выглядел к 90-м годам 19 века, когда уже, собственно, полностью были завершены строительные работы монастыря. Одной из первых была построена Покровская церковь с колокольней. Уже в 1850 году церковь была освящена и стала действующей. А строилась она по проекту профессора Харьковского университета Тона. Это родной брат известного архитектора, одного звали Константин, другого Андрейто. Известный архитектор, который проектировал оружейную палату в Москве, Кремлевский дворец один из авторов, и храм Христа Спасителя в Москве тоже. В Санкт-Петербурге много его проектировали. Одновременно с церковью Покровской строится казначейский корпус, где была бухгалтерия, главный бухгалтер жил, дом настоятеля, братские корпуса. Вот их было три корпуса, сейчас осталось два больших. Третий корпус в 70-х годах санаторием был разобран как аварийное здание. А там жили сотрудники Санкт-Петербург. Чуть позже строится главный храм монастыря Устинский собор по проекту Академика архитектуры Горностаева. Росписи в соборе проводил художник Андрей Розанов. Все они выполняли работы по просьбе Татьяны Борисовны. Она приглашала их сюда на эти работы. Рядом с собором, пещерник, здание служит входом в пещерный монастырь. Если туда зайти, пройти внутри этой горы, меловой пещерным ходом, главным попадает в скалу. Теперь от скалы мы видим два нижних яруса вместо третьего. И все, что было выше. В конце 17 века строится Николаевская церковь в стиле украинского барокко. В период, когда храм строится Кузацкую и Дубе, корректно их называем. Значит, это в Харькове идентичный храм Покровский собор, да? В Изюме Преображенский собор. Вот наша церковь, они фактически строились в одно и то же время. В 19 веке на уровне глав церкви строится Андреевская часовня. По склону горы Кирион и Фодиевская лестница. На вершине горы Преображенская церковь, не дошедшая до наших приемов. Монахи собираются восстановить, не деньги собираются. Ну, я бы сказал еще, что официально не оформлены документы на передачу звери. В южной части хозяйственный двор, где располагались в 19 веке самые разные мастерские. Столярная, мандарная, кровельная, сапожная, портняжная, были карпичные заводы, стекольные заводы. Одним словом, свечной и свечной. В этих мастерских, или эти мастерские выполняли работы и по содержанию монастыря, да, и по его строительству. Часть зданий во время войны Великой Отечественной разрушены. Что-то монахи разобрали, что-то построили новое уже, там теплица, кузница работает из мастерских. Столярная мастерская, вот резьбу по дереву, эти все лавки, киоты для икон, что в соборе, это все дело и монахи у себя в мастерской. И иконописная мастерская, это не искусница есть, и иконописная мастерская, все. А швейная? А швейная только не там находится, она, вот в лупах находится, швейная мастерская. Мне старая водолечебница была. А что это маленькие, часунь? А вот эта, часовня Успенская, построена на месте разобранного Успенского собора XVIII века. Когда построили новый собор, старый уже маленький был, не помещал людей, так много, которые стали переходить. Его разобрали, на его месте алтаря построили часовню. Ну так принято, если храм разбирает, или крест ставит, или часовня на месте. Вот часовня была поставлена на месте, где была церковь Петра и Павла. Сейчас там крест. Монахи-то восстановить церковь. Гостиничный дом. Мы с вами сейчас вот здесь, в корпусе. Здесь была хлебопекарня. Первый этаж его родной, второй перестраивался несколько раз, потому что они не являются памятником архитектуры. Не сохранилось ли это здание? Это была трапезная церковь Рождества Пресвятой Богородицы и трапезная для монахов. В годы войны частично здание было разрушено, там остались только стены, но их позже разобрали. И то, что оставалось на фундаментах оставшихся, построили столовую. Это вот здание трехэтажный напротив нашего фона. И первый, второй этаж монахи сейчас используют как трапезную или кухню-столовую для монахов. А третий этаж отвели полностью под церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Там великолепные росписи, там есть музей иконы, классный музей. А это надо принимать участие в наших конференциях. Вот туда вводят нас, два раза вводят участники наших конференций, великолепные у них там витрины, шикарные. А как попасть на вашу конференцию? А будут конференции, если будут, мы их пригласим. Я сказала, Дмитрий, дай мне воды напиться в угоре ночевать. А вы должны приносить печататься почему-то в этом году. А, в этом, в Садовске армонаде. Мы несколько обижены, да. Ой, Господи. Браво. Ну, мы там ограничены, возможно, немножко в средствах, поэтому даже свои статьи укорачивали, чтобы поместить. Ну, приносите, когда будете проводить. Хорошо, хорошо. Вот, и, 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 там же и у них библиотека, класс с учебными колоколами, где учат колокольную вискону. Там такой класс, да. Вот, вот, небольшая картинная галерея, там они поместили картинуси, которые им там дарят. Ну, это так как бы по коридору, если выходить, ну, тоже там такие. А, иконы там красивые. А, иконы там, выделяю. Ярославль, она еще волнуетесь. Мощи там еще. Когда люди выходят со службы, и монахи идут на свою трапезную. И часть людей со службы идет следом за ними на обед. Это что за люди? Значит, это или родственники монахов, да, или те сотрудники, которые, вот, ну, в музее работают. Потому что выходные на службу, что они там едят. Потом, если работают в гостиничном, есть там натошка. То есть это приближенные люди к монахам и к монастырю. Да, да, да. Или гости какие-то, или гости. Это там приехали, да. Просто человек, вот, как мы с Руси по одной службе, мы заворачиваем в эту трапезу. Если лично пригласили, приходите к нам на трапезу, тогда придем туда. Там есть отдельный зал, там есть отдельный зал, где монахи отдельно обедают. Отдельный зал, где вот все рабочие там. А это было все вместе с обедом? Не-не-не. Раньше это было, да, а потом нет. Как-то, а что это было? А, или в Арсении был день ангела, и мы дарили икону Святобурской Божьей Матери, потому что копию сделали 18-го года, и он придется на это, и мы с Владимиром Николаевичем пришли, и у меня придется, я такая, ну что с тобой, Дмитриевна, рабы? Ну, не придется, ты сама там сиди, да иди уже сидя и берется, о, Владимир Николаевич, и вы не монахи, и мы залуднем, а прям историком, посадили, да не придется, я тут все. Ну, это все, ну, достойно, естественно. Да, а так, понятно. Хорошо, что мы с тобой с вами работаем. Гостиничный двор, вот так выглядел из пяти гостиниц, состоял, две из них во время войны разрушены, остальные работают, потом в 1914 году была еще вот здесь, возле подземной церкви 17 век Антонио Феодосе, построена гостиница, мы работали в архиве в Харькове, нашли, значит, переписку, жалобу в Харьковскую епархию поступила, от некого, уже пошла, написал, значит, монахи вырубили сад и готовят площадку по строительству гостиницы, накажите им насадить сад, у них есть пять гостиниц, пускай они приведут их в надлежащее состояние, им не нужна будет еще одна гостиница. Ну, как вопрос решился, дальше переписка не найдена, но гостиница все-таки была построена до нынешней 14-й годы. И тогда еще знамел, если там нечего лета. Гора, где памятник Артему сегодня стоит, тогда там ничего не было. Лысая, да, слева от горы на картине мы видим Потемкинский дворец, там был, сейчас там фундаменты сохранились, дворец утраченный, зато сохранилась под горой подземная церковь 17 века Антония Феодосия Печерских. Вот на диораме мы видим павильон, ну, как мы его называем, внешний павильон, он служит входом в церковь. Под этим павильоном сохранилась родовая усыпальница князей Голицыны, где похорон князь Куракин, это был зять Голицыны, князь Николай Голицын, это родной брат Татьяны Борисовны, похорон еще Андрей и Вера Федоровна, супруга князя Николая, но у нас портретов нет. А возле павильона было кладбище, вот так оно выглядело, где хоронили ктиторов монастыря. Тех людей, на чьи демистровался монастырь, дарил этот список, они это представители крупных дворянских родов, донского казачества. Многие из них в Харкере жили или в Изюмском въезде, имели свои имения и так далее. Сами могилы кладбища в земле есть. Мы восстановили усыпальницу Иловайских и усыпальницу Борицыных. Ну а дальше в 2000 году передали все в пользование монастырю. Монахи там сделали скит. И просто поверх могилы клубы, цветы посадили. Единственное, что весь этот список они поместили на стенах новостановленного павильона. Ярослава Дмитриевна, меня это интересует клада «Мой земляк», потому что я там училась и лежали мои родители. Клада была по фотографии. Это внук знаменитого, не сам генерал Платова, это его внук, тоже Матвей Иванович. Мы, когда нашли документы, подумали, что это тоже обращались тогда с письмом в Новочеркасск. На материи, что, скорее всего, у вас покроен внук Атамана Платова. Да, там его памятник им стоит. Да, и вот этот памятник им найден, вот он на фотографии четко тут виден, черного мрамора, с фотографиями две, по обе стороны там крест. А можно еще памятник? И вот этот стоит, который нашли, этот фрагмент надгробия, там. Это предметы надгробной плиты и князя Куракина, и князя Калицына, это высыпальница была. Кто изрезал и когда теренку? Там в 19 веке была дорога, и этой дорогой Чех объехал. Это у нас в Славянске? Да, со Славянск. Это была тогда Сославянская единственная дорога. Ей можно было там через Богородичный, а тут паром переправиться, мостами, а потом мосты сделали деревянный. А это с потом веком там была. Потом уже плитами выложили уже в санаторий, когда делали вот этот теренкур, это лечебная маршрута, когда санаторий уже был в 50-х годах. Я думала, что только две башни стали живы. Не-не, было четыре. Четыре, да? Четыре было. Северная, южная, западная и восточная. И все это в 19 век. Да, все в 19 век. В 17 веке относится подземная цейка Антонио Феодосе, Николаевская цейка, но более ранее там еще пещерная цейка была. А все остальное в 19 веке. Все, спасибо. По хрону здесь 11 человек знатого рода донских казаков Иловайских. Это генерал-майор Григорий Дмитриевич Иловайский, основатель нынешнего Иловайска. Начался с небольшой железнодорожной станции, сегодня вырез, или был большим железнодорожным узлом, ну а сегодня стал известен из-за этого Иловайского котла, к сожалению. А за битву под Меденью генерал-майор стал героем войны отечественной 12-го года и был награжден Георгиевским кристаллом. Князь Николай Голицын тоже участник этой войны, и Андрей Голицын участник войны. Князю Николаю было всего, по-моему, 16 или 17 лет, он пошел на войну, он написал записки офицерские, воспоминания об этих боях, ну и там такие картины он описывает жуткие, говорит, французов ногами в костре, ноги уже обгоревшие, а он же там чуть ли не присметит, и над этим костром сидит, и никакой не реагирует. Как они там, эту канину падают. Это когда они мертвы уже в обратном походе. Вот это вы классное сделали решение. Это фоторанка, мы туда фотографии поместили, да, и показываем процесс реставрации, как это было. А вы его включаете или оно постоянно? Включаю. Нет, оно включается раз, и потом уже когда выключаем, выключаем. А про ордена? А про ордена, что вы мусульман? И все. Награды князя Николая Голицына и Георгиевский крест. Я вам только Станислава знаю, а вот это Владимира Анны. Это звезды, вон там есть еще звезды. А я звезды уже смотрел. Нет, 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 это все копийные. А вот это Владимира Анны, это кто? Скажите, пожалуйста. Ну, я сейчас точно вам не скажу, но, допустим, орденом Станислава князь Николай дважды его награждали. Ну, это Станислав, это польский этот там... Польский князь, но награждали их, и они участвовали в боях там, через Польшу шли во время войны 12-го. Так что вы не знаете, кто Владимир Иоанна точно? Про эти ордена сейчас точно не расскажу сейчас. Ленточки, которые сейчас называют колорадами, это еще с тех времен они, да? Георгиевский крест. Ну, бред колорады, но... А вот эти вот ленточки, он этот, флага в Российской империи, этот сейчас никак не называют, не знаете? Не знаю. Я узнаю, что он в России, в Уразово есть, кстати, музей этот Голицыну посвящен, там даже Уразовская слобода в Алуйском районе. Только я точно не помню, к какому именно Голицыну. Ну, Голицыны их много было. Наши эти Голицыны у них, как их назвать? Ныне живут в Англии, возможно. Ну, если говорят, там Голицынские вина больше, да, крымские, то это другое. Это другое, то я понял. А вот... Это тоже, Татьяна, в нынешний Артек, это было родовое имение Татьяны Борисовны Потемки. Я понял. А из Азии, откуда именно? Не знаете? Ну, не знаю. Малая Азия там. Ну, и не Турция. Короче, там, где эти... Куда казаки ходили? Там, где османы. Столько мы воевали? Да, османская книга. Я понял. Это все писатели, которые бывали в Святых Горах. Мы писали... Вот мы переиздали все их книжки. Это книжка побудила меня заинтересоваться. Немировича Танча. Да, на нас только... А вот Марков еще интереснее пишет. Марков? Марков. Да. Святые Горы тоже интересно описывает. Мне понравилось. Я просто печатала, набирала текст, тогда с оригинала нечем понравилось. Маркова не читала. У вас нету... А вот Коронин, Ярославль. Коронин есть в этой книге. Есть, есть в этой книге. Там на книгу не я, не просто поэтому... Нет, нет, но там отдельно. Мы просто поместили сюда. Отдельно, отдельно. Вспоминания о монастыре. Только часть, да. В этой книге, в последнем издании. Это уже третий, что-то, третий издан. Что написали живописную природу, в частности, Дубову Рощ. Это то, что нам надо. Это нашего еще Дубову Роща. Это 300 лет. Дубов Роща, 400 лет, 500 лет. Здесь работают, что у меня здесь знакомые. В нашем Потемкинском каминном зале, как мы его называем. Тут у нас на риторшах гербы Голицыных Потемкиных и Риба Фьеров. И галерея портретов всех владельцев Светопольского имения. И предметы интерьера с Потемкинского дворца, с Риба Фьеровских дач, XIII века. От Красноярска. Потемкинский оригинальный. Первый на портрете Григорий Потемкин, князь Таврический, вот он получил от Екатерины в наследство Светогорское имение в 1790-х годах, в 1791-х. Возвращаясь из Ясв в Николае по дороге в Степелку к ее сыну от первого брака, там даже Светогорское имение должно было разделено между пятью наследниками. Но Татьяна Борисовна уговорила еще при жизни свекрови мужа, чтобы он уговорил свекровь, свою маму, не отдать им имение ему, сыну, а он уступил там в Курской губернии, когда не был в час. И там разделили между остальными наследниками. А Александр Михайловичу одному досталось Светогорское имение. И это его супруга Татьяна Борисовна, рожденная княжна Калицына, по маме на Лени, и она из рода грузинских целей, из рода Пократионов. Детей у них не в положении, они постоянно в Санкт-Петербурге, на улице миллионы. Сюда они приезжали летом, обычно построили свой дворец, в стиле итальянской виллы. Там был дворец, земел, два флигия, парковая зона с фонтаном, там львы при входе. Потом в свое время уже там отдыха, когда был, то водолечебница, фотография у нас есть, в Пократионовской церкви водолечебница, на родном ванны, все водородные ванны принимают, везде скульптуры от фонтана. А на аллеях львы стояли, которые были с подемками. И гензам, и всякуда проще. Вот поэтому после смерти Александра Михайловича Святогория, поскольку прямых насильников не было, должно было перейти к его родной сестре Екатерине Михайловне, замужем за Ревапьером. Но так случилось, что и сестра вместе с братом в один год умирает, только с разницей несколько месяцев, и умер в том же году ее сын Иван. Один в ладенчестве умер, а второй уже в зрелом возрасте. То есть три насильника на протяжении года умирали. Поэтому фактически после Александра Михайловича Святогория переходит к внуку Екатерины Михайловне Георгию Ивановичу Риба-Пьеру и принадлежала ему до 1916 года. Личность тоже в историю свой вклад вниз. Он был первым представителем от России в Международном олимпийском комитете. Он финансировал российских атлетов на Олимпиаду 1907 года, которое в Лондоне проходило. Сам занимался разными видами спорта. Сам, как у Кавказской пленницы, там сам молится по размену и, наконец, красивый человек. Но потом у них там какие-то неурядицы в Международном Олимпийском комитете вышли, и он свое членство там оставляет и начал заниматься коневодством. Во всех фактически своих имениях, в том числе и Святогорском, там вот в студеньке, разводил чистокровных рысаков. И вот во всех его кабинетах и в Москве, и в Санкт-Петербурге на стенах привисели картины, где были написаны все его любимые лошади. Доча уже Мария не успела вступить в наследство, поскольку Октябрьский перевороны, перевороны, это как кажута, все национализм. И в Почемкинском дворце открыли дом отдыха для беспризорных детей. Потом в 30-х годах в этом доме отдыха случился пожар, а уже после пожара никто ничего не восстанавливал. Потихонечку местные жители там разносили, кому что-то надо. Розбрали на своем доме. У кого-то там рассказывали, у меня плита, там помереба фьера. Я когда ж вела экскурсию, у меня семейная экскурсия, а мы недавно купили дом в Татьяновке, и там каже, у меня така пить шикарная, там такие из России, что у нас в Почемкинском дворце, я давай побачу, у вас там кирпичики, який у меня есть. И теперь я знаю, что экскурсию позбираю и что, мы поставим. Может, когда я передам вам? Может. А надо хотя бы инфекционирование. Кто там в гости? Ну что, это такое... Нам дали гроши, нам дали гроши в 2004 году, и мы провели археологические исследования на месте палаца. Мы там нашли фундаменты, фрагменти стін, в каминном зале навіть плитка повністю на підлозі збереглася. Вона у нас на який час була відкрита, ці всі розкопки, бо думали, знову дайдуть гроши, ми їх продовжимо. Але все, криза, грошей нема, хоча нам вже і зробили архітектор из Києва проєкт відновлення всієї СНД безпристосування під музейно-туристичний комплекс. Мене я планувала разом там з національним парком щось зробити. А, сказали, все, які там дворцы, які палацы, о чем ви говорите, тут на зарплатах я не спиратила. І все затихло, треба інвесторов шукати. Одного часу навіть москвичи хотели відновити, але шоти того монастерства. Так, педмастерських патри. Ну, тим не менше, ну, ближнього музею на що їм треба? Ага. Ну, як про музеї війни на горі, ми хотіли б два монахи, ні треба там нічого. Якби це пам'ятник Артёму для них вже більмогу? Та, ні, вже не більмогу. Уже ні? Ні-ні-ні-ні. Ви були в нас в травні минулого року? В цьому році на конференції, коли ви спала наша начальника «Уприління культури» чи не були? Я кажу, що готуєте документ, що його відреставрували, тим більше, що він в... В обрині Сталіна поздравав. А тоді на місних сідів не витримав став. Каже, ви знаєте, що то є історія. Його треба зберегти, як би ми до нього не відносилися, каже, але то є наша історія. І тим більше, що його передбачили ще в 19-му столітті монах, коли монахи хотіли там збудувати церкву, він сказав, «Ні, я там бачу, будься для великої людини». Мам на увазі пам'ятник. Каже, «Хай він там стоїть». Я пам'ятаю, то його було вже таке, ну, не пам'ятаю, дістало дуже. То він сказав, а ми ще якось, ще санаторій тут був. В Донецьку проводили, якась конференція, була журналістів зі всієї України. І от я вделила йому нашу частину екскурсії, а намісник своє розказував. І вже ми зійшлися разом після екскурсії біля собору. І ну, така була прес-конференція на швидку ручу. Імпровізована. І перше питання, яке йому задала намісник, я відноситься до пам'ятника Артему. А він сказав, «То наша історія, і хай стоїть». Він нікому не мішла. Він вже тоді сказав. Є закон про декомунізацію. Ну, а от виконуючи той закон, то цей самий. А от Сіхейн-Буханівна тій минулій неділі їздила, було колегія про лінію культури. Вона підняла там це питання. Каже, «Наша працівниця їздила в Міністерство культури і там сказали, «Поскільки ваш пам'ятник засвідчений в ЮНЕСО, і він національного значення з 47 пам'ятників і гументального мистецтва він занесений в державний реєстр пам'ятник національного надбання. Його чіпати не будемо. Ну, а як будемо ремонтувати? Будемо шукати гроші на його реставрацію. Завдяки його, по-перше, автору скульптури Іван Петрович Кавалерідзе в Києві вулиця музейка, але в Львові вулиця Кавалерідзе є. Ось. А на щод того, що він кривавий там, каже, давайте ми зберемо конференцію, ми надамо документи про його біографію, біографічні дані, його діяльність і так далі, а ви покажете нам документи, де ви його можете назвати кривавим. Це за Сергійєва, так? Так, за Сергійєва. Він був, як його син стверджував, він був жертою, першою жертою красного терору. Коли ще при житті Леніна його прибіжників, сторонників Сталін уніштажав. Значить, коли там в Україні була встановлена радянська влада, Федор Андреїв Сергеєв був членом уряду України. І в Харкові ще коли столиця була. І в 1919 році він виступив з ініціативою створення Донецької губернії, щоб можна було відновити шахти Донбасу і добивати вугілля. І він очолив, ну, твоя ідея, нас хто веде ідеї, то її воплощають в життя. Його назначили першим, ну, він був, як тут я назначу, председателем Додєцького губ із полкома. Центром в Бахмут був, нинішній вже переименували, Артемдівський, його вже переименували в Бахмут, перенеторішним. І перші чотири місяці, правда, тільки очолював роботу цієї губернії. Потім його направили в Москву, він очолив Центральний комітет профспілок гірників, але гірниками Донбасу завжди упікався. Він просто прості побутові питання вирішував. Він часто бував на шахтах і що першу робив, це спускався з шахтарями під землю. Він хотів начальників директорича. Це що спосібствувало відкриттію санаторію? Ні, ну, санаторію, будиночі, все вже відбувалося після його загиблі. Він загинув в 21-му році, монастирь закрили 22-го році. На монастири закривали по іншій причині. Початково питання вирішено, прийшли в монастир, представники влади з вимогою, щоб монахи віддали всі дорогоцінності на користь голодаючих по Волжі. А вони каже, а ви нам що-лимуть давали, що ми маємо давати? Нічого ми вам давали, нічого не має. Завели справу на монастир, суд був, і приїхала слідча комісія, ходили по всіх закапелках, за кутках, і по всіх храмах, все, що бачили, цінно конфісковано, зняти, всі дорогоцінні каміння, якими там прикрашні були, ікони, там є список, чогось цього було, якісь там і килими, і тканини, парча, там для одягу, мабуть, шився, і так далі. Ікон, а все, що решта, вважали нецінним, всі іконостаси з іконами, вдвої спалили. І тоді же було прийнято рішення про закриття монастиря, от, приймається рішення в його закриття, там що йому приписали зв'язки з Білогвардійцями, ну, вони тут переховуюся, зустріч була, і закрили монастири, і монастири, і прийнято було ще одне рішення, тоді там був закон такий прийнятий, про те, щоб в палацах, в дворцах відкривати санаторій, будинки відпочинку для троячіців. І отут відкривається будинок відпочинку, для профспілковий будинок відпочинку, не для гірників, не для робочих, западних регіонів. Я писала статтю, повіднав у нього, будинок відпочинку 40-50 років після війни, так? Так. Дякую за перегляд!